Два конкурса красоты на этой неделе щекотали нервы любителей подобных шоу. Один наш, краса России, а другой мировой, мисс Земляна в Филиппинах. Найти шесть различий предлагает наш специальный корреспондент Борис Собор. Какие-то 14 часов лёту с двумя пересадками, и вот она, столица Филиппин Манила. Здесь тоже очень любят мериться красотой. Не проходит недели, чтобы в прибрежных клубах не избрали какую-нибудь очередную королеву-оргазм или принцессу-мокрая майка. Впрочем, состоявшийся вчера в Маниле финал международного конкурса «Мисс Земля» мероприятие, как говорят, совсем иного порядка. Я и не ожидала, что моя презентация на этом престижнейшем конкурсе вызовет такую бурю эмоций, особенно в России. Поверьте, я говорила, чистого сердца не набирала себе конкурсные баллы. Наталья Переверзева, уроженка Курска, студентка Финакадемии, модель журнала «Плейбой». Вот как она отрекомендовала перед досужей публикой свою далёкую родину. Моя Россия – тоскующая и страдающая страна, безжалостно разорванная на куски жадными, нечестными, неверующими людьми. Моя Россия – огромная артерия, из которой немногие избранные выкачивают её богатство. Моя Россия – нищенка. Она не может помочь старикам и сиротам. Заметим, из представительниц более чем 80 стран, среди которых были куда более тоскующие и страдающие, ни одна не произнесла ничего подобного. А что это вообще такое, мисс Земля? Мы навели справки. Оказалось, и впрямь конкурсы с первой тройки. Конкурирует с такими гигантами, как мисс Мира и мисс Вселенная. Специализируется на природоохранной и зоозащитной тематике. Владеет брендом богатейшая филиппинская бизнес-леди Лорейн Шак. Наш конкурс – мероприятие с мировым статусом, весь ход которого, как подлупы, рассматривается крупнейшими мировыми СМИ. Помимо представительного международного жюри, за ходом судейства следят независимые аудиторы из регионального представительства компании Эрнстен Янг. Никто из этих господ не станет портить свою репутацию ради какой-то нечестной игры. Кстати, о репутации. Если изучить происхождение победительниц трех главных мировых конкурсов красоты за последние лет 15-20, выяснится удивительная закономерность. До 70% всех призовых мест занимают дамочки из Генесуэлы, Колумбии, Эквадоры, Мексики и Бразилии. То есть, чем больше в той или иной стране черных денег и коррупционных традиций, тем чаще ее красавицы добиваются признания на международной арене. Пригород Манилы. Стоящий в стороне от городских трущоб квартал миллионеров. Поместье той самой госпожи Лорен Шак, владелицы конкурса «Мисс Земля». Говорят, на аудиенцию к ней стоит целая очередь из венесуэльских нефтяников, мексиканских гангстеров и лидеров колумбийских наркокартелей. Принимает не всех. Людей, представившихся посланцами некоего российского олигарха, госпожа Шак приняла. Мы пришли говорить о больших деньгах. Все очень просто. Вы ведь слышали о русских олигархах. Так вот, один из них наш шеф. За два миллиона его протеже станет королевой вашего конкурса? Не обещаю. Неужели это невозможно? Нам говорили, что подобные коммерческие предложения здесь в порядке вещей. Возможно, но не так легко, как вам кажется. Ступая в подобные отношения, в случае огласки, я рискую обрушить многомиллионный бизнес. У нас авторитетный конкурс и дорогой международный бренд. Постарайтесь донести эту мысль до вашего доверителя. Что если мы предложим больше? Сейчас говорили с Москвой. Президент нашего концерна – щедрый человек. Он согласился удвоить сумму. Боже мой, это же совсем другой разговор. Сразу бы так. Итак, цена вопроса – 4 миллиона долларов. Ваше слово. Хорошо, да, но только не в нынешнем шоу. Там уже все сверстано. Хотите, на следующий год без проблем устроим России первое место? Правда, для этого придется серьезно поработать членами жюри. Но вы же знаете, как к ним зайти, так скажем, с черного хода. Тут главное, чтобы не утекло в прессу. Нужна максимальная правдоподобность. Процесс независимого голосования не должен вызывать сомнений. Если бы вы узнали, что титул «Мисс Земля» продается за несколько миллионов долларов, вы бы заплатили? О боже, какой ужасный вопрос. Конечно же, нет. И никто бы с девушек не заплатил. На таких конкурсах соревнуются в красоте души и тела, а не в толщине кошельков. И это говорит обладательница титула «Мисс Москва-2010». Победный тариф там, напомним, 300 тысяч долларов. А также победительница конкурса «Краса России-2011», где цена гран-при уже от 300 тысяч и до полумиллиона. Между тем, пришла пора объявлять победителей. Упорно соблюдая интригу, члены жюри что-то долго писали в листочках, переглядываясь со столь же неподкупными аудиторами из местного филиала «Эрнст энд Янг». В итоге, как и в прошлые годы, практически весь пьедестал оккупировали латиноамериканки. Но гран-при впервые в истории шоу получила девица из Чехии. Поговаривают, что за неё очень хлопотал какой-то восточноевропейский сталелитейный магнат. За нашу Наташу с её пассажами о бедной России на сей раз, похоже, не хлопотал никто. Конечно, я ехала сюда побеждать, а не застревать в полуфинале. Жаль, что так скромно меня оценили. Я сделала всё, что смогла. Другого такого шанса ей уже не представится. На «Мисс Земля-2013» нашу страну будет представлять новая конкурсантка. Та самая Элина Киреева, что получила на этой неделе корону красы России. Для того, чтобы назваться ещё и красавицей мирового масштаба, Элине всего-то и не достаёт, что щедрого папика с четырьмя миллионами долларов. Борис Соболев, Лилия Зиброва, Александра Орехова. Для Вестей недели. Спецкор Борис Соболев готовит большой фильм об индустрии конкурсов красоты «Коронованные особи». Покажем в ближайшее время на канале Россия.